За горами, за лесами, за широкими морями Против неба, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали И с набитую сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали, отродясь и не видали. Стали думать, догадать, как бы вора заглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот, как стало лишь смеркаться, Начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала. На него боязнь напала. И со страхов наш мужик закопался под синник. Ночь проходит, день приходит, Синника дозорные сходят, И, облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй вы, сонные тетери, Отпирайте брату двери, Под дождем я весь промок с головы до самых ног. Братья двери отворили, Караульщиков пустили, Стали спрашивать его, Не видал ли он чего. Караульщик помолился, Вправо, влево поклонился, И, прокашлившись, сказал, Всю я ноченьку не спал, Но мое ж при том несчастье Было страшное ненастье. Дождь вот так левмя и лил, Рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно, Впрочем, все благополучно. Похвалил его отец. Ты, Данила, молодец, Ты вот, так сказать, примерно Сослужил мне службу верно, То есть, будучи при всем, Не ударил в грязь лицом. Стало сызно восперкаться. Средний брат пошел сбираться, Взял и вилы, и топор, И отправился в дозор. Ночь холодная настала, Дрожь на малого напала, Зубы начали плясать, Он ударился бежать, И всю ночь ходил дозором У соседки под забором. Жутко было молодцу, Но вот утро. Он к крыльцу. Эй вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, До животиков промерз. Братья двери отворили, Караульщика впустили. Стали спрашивать его, Не видал ли он чего? Караульщик помолился, Вправо, влево поклонился, И сквозь зубы отвечал, Всю я ноченьку не спал, Да к моей судьбе несчастной, Ночью холод был ужасный, Да сердцов меня пробрал, Всю я ночку проскакал, Слишком было несподручно, Впрочем, все благополучно. И сказал ему отец, Ты, Гаврила, молодец. Стало в третий раз смеркаться, Надо младшему сбираться, Он и усом не ведет, На печи в углу поет Изо всей дурацкой мочи, Распрекрасные вы очи. Братья, ну ему пенять, Стали в поле погонять, Но, сколь долго не кричали, Только голос потеряли, Он не с места. Наконец, подошел к нему отец, Говорит ему, Послушай, Побегай в дозор, Ванюша, Я куплю тебе лубков, Дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, Малахай свой надевает, Хлеб за пазуху кладет, Караул держать идет. Ночь настала, Месяц всходит, Поле все Иван обходит, Озираючись кругом, И садится под кустом. Звезды на небе считает, Да краюшку уплетает. Вдруг о полночь Конь заржал, Караульщик наш привстал, Посмотрел под рукавицу И увидел кобылицу. Кобылица та была, Вся, как зимний снег, бела, Грива в землю, Золотая, В мелкие кольца завитая. Эх-хе-хе, Так вот какой наш воришка, Ну, постой, Я шутить ведь не умею, Разом сядуть тебе на шею, Вишь, какая саранча! И минуту у луча Кобылица подбегает, Заволнистый хвост хватает И прыгнул к ней на хребет, Только задом наперед. Кобылица молодая, Очью бешенно сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой, аль обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Гребко держится за хвост. Наконец, она устала. Ну, Иван, ему сказала, Коль умел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покоя, Да ухаживай за мною, Сколько смыслишь. Да смотри, По триутренней зари Выпущай меня на волю Погулять по чисту полю. По исходе же трех дней Двух рожу тебе коней, Да таких, Каких поныне Не бывало и в помине. Да еще рожу конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Двух коней, Коль хошь, продай. Но конька не отдавай Ни за пояс, Ни за шапку, Ни за черную, Слышь, бабку. На земле и под землей Он, товарищ, будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле, Силы пробовать на воле. Ладно, Думает Иван, И в пастуший балаган Кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает, И лишь только рассвело, Отправляется в село, Напевая громко песню. Ходил молодец на пресню. Вот он сходит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что есть силы в дверь стучиться, Чуть что кровля не валится, И кричит на весь базар, Словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, Заикаясь, вскричали, Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак. Братья двери отворили, Дурака в избу впустили, И давай его ругать, Как он смел их так пугать? А Иван наш, Не снимая ни лаптей, Ни малахая, Отправляется на печь И ведет оттуда речь Про ночное похождение Всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, Звезды на небе считал, Месяц ровно тоже светил, Я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, С бородою и с усам, Рожа словно как у кошки, А глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать И зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, И вскочи ему на шею. Уж таскал же он таскал, Чуть башки мне не сломал. Но я ведь сам не промах, Слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец И взмолился наконец. Не губи меня со света, Целый год тебе за это Обещаюсь смирно жить, Православных не мудить. Я, слышь, слов-то не померил, Да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, Позевнул и задремал. Братья, сколько ни серчали, Не смогли, захохотали, Ухватившись под бока Над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, Чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно Старикам уж и грешно. Много ли времени Альмала с этой ночи пробежала, Я про это ничего Не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, Год ли, два ли пролетело, Ведь за ними не бежать, Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз Данила, В праздник, помнится, То было, Натянувшись сильно пьян, Затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых, Двух коней золотогривых, Да игрушечку конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Хм, теперь-то я узнал, Для чего здесь дурень спал, Говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, И Гавриле говорит, Посмотри, Каких красивых, Двух коней золотогривых, Наш дурак себе достал, Ты и слыхом не слыхал. И Данила да Гаврила, Что в ногах их мочи было, По крапиве прямиком, Так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, Починивши оба глаза, Потираясь здесь и там, Входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, Очи яхонтом горели, В мелкие кольца завитой Хвост струился золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Люба дорого смотреть, Лишь царюб на них сидеть, Братья так на них смотрели, Что чуть-чуть не окривили. Где он это их достал? Старший среднему сказал, Но давно уж речь ведется, Что лишь дурнем клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, Так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу, Отвезем-ка их в столицу, Там боярам продадим, Деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, И попьешь, и погуляешь, Только хлопни по мешку. А благому дураку Не достанет ведь догадки, Где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям, Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, Обнялись, перекрестились И вернулись и вернулись домой, Говоря про меж собой, Про коней и про пирушку, И про чудную зверушку. Время катит чередом, Час за часом, день за днем, И на первую седмицу Братья едут в град-столицу, Чтоб товар свой там продать И на пристани узнать. Не пришли ли с кораблями Немцы в город за холстами, Не идет ли царь-салтан Басурманить христиан? Вот иконам помолились, У отца благословились, Взяли двух коней тайком И отправились стишком. Вечер к ночи пробирался, На ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, Руки в боки подпирает, И с прискочкой, словно пан, Боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, Но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок У его вертелся ног, Хлопал с радостью ушами, Да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, Опершись обалаган, Ой, вы, кони буры-сивые, Добрые кони злокогривые, Я ль вас, други, не ласкал, Да какой вас черт украл, Чтоб пропасть ему с собаки, Чтоб издохнуть в буераке, Чтоб ему на том свету Провалиться на мосту. Ой, вы, кони буры-сивые, Добрые кони злокогривые. Тут конек ему заржал, Не тужи, Иван, сказал, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я, горе, Ты на черта не крепли, Братья коников свели. Ну да что болтать пустое, Будь, Иванушка, в покое. На меня скорей садись, Только знай себе, держись, Я хоть росту небольшого, Да сменю коня другого, Как пущусь да побегу, Так и беса на стягу. Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, Уши в загребе берет, Что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, Стал на лапки, встрепенулся, Хлопнул гривкой, захрапел И стрелою полетел. Только пыльными клубами Вихрь бился под ногами, И в два мига, коль не в миг, Наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, Зачесались и замялись. А Иван им стал кричать, Стыдно, братья, воровать, Хоть Ивана вы умнее, Да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал. Старший корчись тут сказал, Дорогой наш брат Иваша, Что переться, дело наше. Но возьми же ты в расчет, Некорыстный наш живот, Сколь пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем, А коли не урожай, Так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намедничную ночь, Чем бы горюшку помочь. Так и эдак мы вершили, Наконец вот так решили, Чтоб продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев, А в спасибо, мол, ведь к слову, Привезти тебе обнову, Красную шапку с позвонком, Да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, Работать уже не может, А ведь надо ж мыкать век, Сам ты умный человек. Ну, коли эдак, так ступайте, Говорит Иван, Продайте златогревых два коня, Да возьмите ж и меня. Братья больно покосились, Да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, Воздух начал холодеть, Вот, чтоб им не заблудиться, Решено остановиться. Под навесами ветвей Привязали всех коней, Принесли с ясным лукошко, Опохмелились немножко, И пошли, что боже даст, Кто во что из них гораст. Вот Данилов вдруг приметил, Что огонь вдали засветил. На Гавриловом взглянул, Левым глазом подмигнул, И прикашлянул легонько, Указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал, Эх, как темно, он сказал, Хоть бы месяц это в шутку, К нам проглянул на минутку, Все бы легче. А теперь, право, Хуже мы тетель. Да постой-ка, Мне сдается, Что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, Так и есть. Вот бы курева развесть, Чудо было б. А послушай, Побегай-ка, брат Ванюша, А признаться у меня, Ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, Чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, Кто бед знает, что горит, Коль станичники пристали, Поминай его, как звали. Все пустяк для дурака, Он садится на конька, Бьет вкрутые бока ногами, Теребит его руками, И за всех горланец сил. Конь взвелся, И след простыл. Буде с нами, крестна сила, Закричал тогда Гаврила, Оградясь крестом святым. Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем, Светит поле, Словно днем. Чудный свет кругом струится, Но не греет, Не дымится, Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, А тепла и дыма нету. Эка чудо, Огонек! Говорит ему конек, Вот уж есть чем удивиться, Тут лежит пирожар птицы, Но для счастья своего Не бери себе его, Много, Много непокоя, Принесет оно с собою. Говори ты, как не так, Про себя ворчит дурак. И подняв пирожар птицы, Завернул его в тряпицы, Тряпки в шапку положил, И конька поворотил. Вот он к братьям приезжает И на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, Пень горелый увидал, Уж над ним я бился, бился, Так что чуть не надсадился, Раздувал его я с час, Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, Над Иваном хохотали, А Иван подвоз присел, Вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали И в столицу приезжали, Становились в конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий, Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает, Городничий выезжает В туфлях, в шапке меховой, С сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, Длинноусый, бородатый, Он в злоту трубу трубит, Громким голосом кричит, Гости, лавки отпирайте, Покупайте, продавайте, А над смотрщиком сидеть Подли лавок и смотреть, Чтобы не было содому, Ни довежа, ни погрому, И чтобы никой урод Не обманывал народ. Гости лавки отпирают, Люд крещеный закликают, Эй, честные господа, К нам пожалуйте сюда, Как у нас лета рыбары, Всякие разные товары. Покупальщики идут, У гостей товар берут, Гости денежки считают, Да над смотрщиком мигают. Между тем городской отряд Приезжает в конный ряд, Смотрит, давка от народу, Нет ни выходу, ни входу, Так кишмявут и кишат, И смеются, и кричат. Кородничий удивился, Что народ развеселился, И приказ отряду дал, Чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, Прочь дороги, прочь дороги! Закричали усачи И ударили в бичи. Тут народ зашевелился, Шапки снял и раступился. Пред глазами конный ряд, Два коня в ряду стоят. Молотые, вороны, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой Хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, Долго тер себе затылок. Чуден, молвил Божий свет, Уж каких чудес в нем нет! Весь отряд тут поклонился, Мудрой речи подивился. Городничий, между тем, Наказал пристрого всем, Чтоб коней не покупали, Не зевали, не кричали, Что он едет ко двору Доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, Он поехал для доклада. Приезжает во дворец. Ты помилуй, царь-отец! Городничий восклицает И всем телом упадает. Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить. Царь изволил молвить. Ладно, говори, Да только складно. Как умею, расскажу. Городничим я служу. Верой, правдой Исправляю эту должность. Знаю, знаю! Вот сегодня, взяв отряд, Я поехал в конный ряд. Приезжаю! Тьма народу! Ну ни выходу, ни входу! Что тут делать? Приказал гнать народ, Чтоб не мешал. Так и сталось, царь-надежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, враные, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой, И алмазные копыты Крупным шемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, Говорит он, да не худо И за весь такое чудо. Гей повозку мне! И вот уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился И на рынок покатился За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали И ура! Царю кричали. Царь раскланился И вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней Не сводит. Справа, слева к ним заходит. Словом ласковым зовет, По спине их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую. И, довольно засмотрясь, Он спросил, Обратясь к окружавшим. Эй, ребята, Чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван руки в боки, Словно пан, Из-за братьев выступает И, надувшись, отвечает, Эта пара царь моя, И хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю, Продаешь ты? Нет, меняю. Что в промен берешь добра? Два пять шапок серебра, То есть это будет десять. Царь тот час велел отвесить, И по милости своей Дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшне Десять конюхов седых, Все в нашивках золотых, Все с цветными кушаками И с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, Кони с ног их сбили всех, Все уздечки разорвали И к Ивану прибежали. Царь отправился назад, Говорит ему, Ну, брат, пара нашим Не дается. Делать нечего, Придется во дворце Тебе служить. Будешь в золоте ходить, В красно платье наряжаться, Словно в масле сыр кататься, Всю конюшенную мою Я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен? Эка штука, Во дворце я буду жить, Буду в золоте ходить, В красно платье наряжаться, Словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод Царь приказ мне отдает. То есть я из огорода Стану царские воеводы. Чудно дело. Так и быть, Стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться И давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он кликнул с кокунов И пошел вдоль по столице, Сам махая рукавицей. И под песню дурака Конь и пляшет трепака. А конюк его, горбатка, Так и ломится в присядку К удивлению людям всем. Два же брата, между тем, Деньги царские получили, В опояски их зашили, Постучали яндовой И отправились домой. Дома дружно поделились, Оба в раз они женились, Стали жить да поживать, Да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим. Снова сказкой позабавим Православных христиан, Что наделал наш Иван, Находясь во службе царской, При конюшне государской, Как в суседки он попал, Как перо свое проспал, Как хитро поймал жар птицу, Как похитил царь-девицу, Как он ездил за кольцом, Как был на небе послом, Как он в солнцевом вселене Киту выпросил прощения, Как к числу других затей Спас он тридцать кораблей, Как в котлах он не сварился, Как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, Как он сделался царем. Начинается рассказ От Ивановых проказ И от Сивка, и от Бурка, И от Вещего Каурка. Козы на море ушли, Горы лесом поросли, Конь золотой узды срывался, Прямо к солнцу поднимался, Лес стоячий под ногой, Сбоку облак громовой, Ходит облако сверкает, Гром по небу рассыпает. Это присказка. Пожди, сказка будет впереди. Как на море, океане и на острове Буяне Новый гроб в лесу стоит, В гробе девица лежит, Словей над гробом свищет, Черный зверь в тубраве рыщет. Это присказка, А вот сказка чередом пойдет. Ну, так, видите ли, Миряне, православные христиане, Наш удалый молодец Затесался во дворец. При конюшне царской служит И нисколько не потужит Он о братьях, об отце В государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, Красных шапок, сапогов, Чуть не десять крабов. Ест он сладко, Спит он столько, Что раздолье, да и только. Вот недели через пять Начал спальник примечать. Надо, мол, ведь этот спальник До Ивана был начальник Над конюшней надо всей. Из боярских слыл детей. Так не диво, Что он злился на Ивана И божился хоть пропасть, А пришлица потурить Вон из дворца. Но, лукавство закрывая, Он для всякого случая Притворился плут глухим, Близоруким и немым. Сам же думает, Постой-ка, Я тебя двину, не умой-ка. Так, недели через пять Спальник начал примечать, Что Иван коней не хорит И не чистит, И не школит, Но при всем том два коня Словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, Гривы в косы перевиты, Челки собраны в пучок, Шерсть, ну, лоснится, Как шелк. В стойлах свежая пшеница, Словно тут же и родится, И в чинах больших сыта Будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая, Уж не ходит ли, постой, К нам проказник домовой? Дай-ка я подкраулю. А не что, так я и пулю, Не смигнув, умею слить, Лишь бы дурне уходить. Донесу я в думе царской, Что конюшей государской, Басурманин, ворожей, Чернокнижник и злодей, Что он с бесом хлеб соль водит, В церковь божию не ходит, Католицкий держит крест И постами мясо ест. В тот же вечер Этот спальник, Прежний конюших начальник, Стоило спрятался тайком И обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, У него в груди заныло, Он не жив, не мертв лежит, Сам молитвы все творит, Ждет суседки. Чу, в самом деле, Двери глухо заскрепели, Кони топнули, И вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, Шапку бережно скидает, На окно ее кладет, И из шапки той берет В три завернутой тряпицы Царский клад, Перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, Что чуть спальник не вскричал, И со страху так забился, Что овес с него свалился. Но суседке невдомек, Он кладет перо в сусек, Чистить коней начинает, Умывает, убирает, Гривы длинные плетет, Разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, Поколачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой, Что тут деет домовой. Что за бес? Нечто нарочно Прередился плут поношный, Ни отрогов, ни бороды. Ражей парень хоть куды, Волос гладкий, Сбоку ленты, На рубашке прозументы, Сапоги, как алсофьян, Ну, точнехонько, Иван. Что за диво? Смотрит снова Наш глазей на домового. Э, так вот что, Наконец, Проворчал себе хитрец. Ладно, Завтра ж царь узнает, Что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, Будешь помнить ты меня. А Иван, Совсем не зная, Что ему беда такая угрожает, Все плетет, Гривы в косы, Да поет. А убрав их в оба чана, Нацедился ты медвяный И насыпал дополна Белоярова пшена. Тут, Запустил, Запустил, Хвать перо И след простыл. Царь лишь только пробудился, Спальник наш к нему явился, Стукнул крепко, Оппол лбом, И царю запел потом. Я с повинной головою, Царь явился пред тобою, Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить. Говори, Не прибавляя, Царь сказал ему, Зевая, Если ж ты Да будешь врать, То кнута не миновать. Спальник наш, Собравшись силой, Говорит царю, Помилуй, Вот тебе истинный Христос, Справедлив мой царь донос. Наш Иван То всякий знает, От тебя отец скрывает, Но ни злато, Ни серебро, Жароптицево перо. Жароптицево? Проклятый! И он смел, Такой богатый! Погоди же ты, Злодей, Не минуешь ты плетей! Да и то ли еще он знает, Спальник тихо продолжает, Изогнувшись. Добро! Пусть имел бы он перо, Да и самую жароптицу, Вот твою отец светлицу, Коль приказ изволишь ждать, Похваляется достать. И доносчик с этим словом, Скрючись обручем толовым, Ко кровати подошел, Подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, Кладил бороду, смеялся, И скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, Закричал от нетерпения, Подтвердив свое веление Быстрым взмахом кулака. Гей! Позвать мне дурака! И посыльные дворяна Побежали по Ивана, Но столкнувшись все в углу, Растянулись на полу. Царь тем много любовался, И до колотья смеялся, А дворяна, усмотря, Что смешно то для царя, Меж собой перемигнулись, И вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, Что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна Говорит Иван, Говорит Иван, вставая, Как хвачу я вас бичом, Так не станете потом Без пути будить Ивана. Говорят ему дворяна, Царь изволил приказать Нам тебя к нему позвать. Царь? Ну ладно, Вот срежуся, И тот час к нему явлюся, Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, А пояской подвязался, Приумылся, причесался, Кнут свой сбоку прицепил, Словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, Поклонился, подбодрился, Крякнул дважды и спросил, А по что меня будил? Царь, прищурясь глазом левым, Закричал ему со гневом Приподнявшийся, молчать! Ты мне должен отвечать, В силу коего указа Скрыл от нашего ты глаза Наше царское добро, Жароптицево перо. Что я, царь, алибоярин? Отвечай сейчас, татарин. Тут Иван, махнув рукой, Говорит царю, Постой, я тебе шапки ровно не дал, Как же ты о том проведал? Что ты, ажно ты пророк? Ну да что, сади вострок, Прикажи сейчас хоть в палке, Нет пера, дышь о балке. Отвечай же, запарю! Я тебе толком говорю, Нет пера, да слышь, откуда Мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил И ларец с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, Как лист в буран, Шапку выронил с испуга. Что, приятель, Видно туго? Молвил царь. Постой-ка, брат. Ох, помилуй, виноват, Отпусти вину Ивану, Я вперед уж врать не стану. И, закутавшись в полу, Растянулся на полу. Ну, для первого случаю Я тебе вину прощаю, Царь Ивану говорит. Я, помилуй, Бог, Сердит Из сердцов иной порою Чуп с нему И с головою. Так вот, видишь, Я каков. Но сказать без дальних слов Я узнал, Что ты жар птицу В нашу царскую светлицу Если б вздумал приказать, Похваляешься достать. Ну, смотришь, Не отпирайся И достать ее старайся. Тут Иван волчком вскочил, Я того не говорил. Закричал он, утираясь, Опере не запираюсь, Ну, а птицы ты как хошь, Ты на праслину ведешь. Царь, затряжша бородою, Что? Рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, Если ты недели в три Не достанешь мне жар птицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь и бородой, Ты поплатишься со мной. Направешь! В решетку! Накол! Вон! Холоп! Иван заплакал И пошел на сеновал, Где конек его лежал. Горбунок его, почуя, Дрягнул было плясовую, Но, как слезы увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал. Что, Иванушка, не весел? Что, головушку повесил? Говорит ему конек, У его вертяся ног. Не утайся предо мною, Все скажи, что за душою. Я помочь тебе готов. Аль мой милый, Нездоров, Аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда, конек, Сказал, Царь велит достать жар-птицу В государскую светлицу. Что мне делать, Горбунок? Говорит ему конек, Велика беда, Не спорю, Но могу помочь я горе. От того беда твоя, Что не слушался меня. Помнишь, Ехав в град-столицу, Ты нашел перо жар-птицы. Я сказал тебе тогда, Не бери, Иван, Беда. Много, Много непокою Принесет оно с собою. Вот теперь я ты узнал, Правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе Это службишка, Не служба. Служба, Все, брат, Впереди. Ты к царю теперь поди И скажи ему открыто. Надо, царь, Мне два корыта, Белоярова пшена, До заморского вина. Довели поторопиться. Завтра, Только зазарится, Мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет, Говорит ему открыто. Надо, царь, Мне два корыта, Белоярова пшена, До заморского вина. Довели поторопиться. Завтра только зазарится, Мы отправимся в поход. Царь тот час приказ дает, Чтоб посыльные дворяна Все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал И счастливый путь Сказал. На другой день, Утром рано, Разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, Полно спать, Время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял корыто и пшено, И заморское вино, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеб и ломоток, И поехал на восток Доставать таю жарптицу. Еду целую седмицу, Напоследок в день осьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану, Ты увидишь здесь поляну, На поляне той гора, Вся из чистого сребра, Вот сюда-то, до зорницы, Прилетают жары птицы, Из ручья воды испить, Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, Выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, Словно камень изумруд, Ветерок над ней веет, Так вот искорки и сеет, А по зелени цветы Несказанной красоты. А на той или на поляне, Словно вал на океане, Возвышается гора, Вся из чистого сребра. Солнце летними лучами Красит всю ее зарями, В сгибах золотом бежит, На верхах свечой горит. Вот конек по косогору Поднялся на эту гору, В версту другу пробежал, Устоялся и сказал, Скоро ночь, Иван, начнется, И тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, И с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, Ты под то подлезь, корыто, В тихому луку примечай, Да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, Прилетят сюда жар птицы, И начнут пшено клевать, Да по-своему кричать. Ты, которая поближе, И схвати ее, смотри же, А поймаешь птицу жар И кричи на весь базар. Я тот час к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, Говорит коньку Иван, Растилая свой кафтан, Рукавички взять придется, Чай-плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез, А Иван, кряхтя, подлез Под дубовое корыто И лежит там, как убитый. Вот полночную порой Свет разлился над горой, Будто полдни наступают, Жары птицы налетают, Стали бегать и кричать, И пшено с вином клевать. Наш Иван, от них закрытый, Смотрит птицы из-под корыта И толкует сам с собой, Разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила, Эх, их дрянь привалила, Чай их тут десятков с пять. Кабы всех переимать, То-то было бы поживы, Нечем уловить, страх красивый, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чай таких у куриц нету. А уж сколько, парень, Свету, словно батюшки на печь. И, скончав такую речь, Сам с собой под лазейкой, Наш Иван ужом да змейкой, Копшену с вином подполз, Хвать одной из птиц за хвост. Ой, конечек-горбуночек, Прибегай скорей, дружочек, Я ведь птицу-то поймал. Так Иван-дурак кричал. Горбунок тотчас явился, Ай, хозяин, отличился, Говорит ему конек. Ну, вскорей ее в мешок, Да завязывает уже, А мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Нет, дай птиц-то мне пугнуть, Говорит Иван. Смотри-ка, Вишна отселяся от крика. И, схвативши свой мешок, Хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, Встрепенулась вся стая, Кругом огненным свелась И за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними, Рукавицами своими, Так и машет и кричит, Словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, Наши путники собрались, Уложили царский клад И вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит, Сам на спальника глядит, А уж тот, не что от скуки, И скусал себе все руки. Разумеется, достал, Наш Иван царю сказал. Где ж она? Постой немножко, Прикажи сперва окошко В почивальне затворить. Знашь, чтоб темень затворить. Тут дворяна подбежали, И окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, Что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточник, взывайте, Заливайте, заливайте! Это, слышь ты, не пожар, Это свет от птицы жар, Молвил ловчий, Сам со смеху надреваяся. По теху я привез тебе, государь, Говорит Иван царь. Вот люблю дружка Ванюша, Взвеселил мою ты душу, И на радости такой Будь же царский стременной. Это, видя, хитрый спальник, Прежний конюших начальник Говорит себе под нос. Нет, постой, молокосос, Не всегда тебе случится Так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, Мой дружочек, под беду. Через три потом недели Вечерком одним сидели В царской кухне повара И служители двора. Попивали мед из жбана, Дочитали и Руслана. Эх, один слуга сказал, Как сегодня я достал От соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, Чтоб слишком, Да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, Так не можно надевиться. Надо ж это комудриться. Тут все в голос. О, дружи, расскажи, брат, Расскажи. Ну, какую ж вы хотите, Пять ведь сказок. Вот смотрите. Первая сказка о бобре, А вторая о царе, Третья, дай бог память, Точно, о боярине восточной. Вот в четвертый Князь бобыл, В пятый, В пятый, Эх, забыл. В пятой сказке говорится, Так в уме вот и вертится. Ну да брось ее, Постой. О красотке, Что ли, какой? Точно, В пятой говорится, О прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, Расскажу сегодня я. Царь-девицу, Все кричали, О царях мы уж слыхали, Нам красоток-то скорее, Их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, Стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран Есть, ребята, Океан. Потому ли океану Ездят только басурманы. С православной же земли Не бывали ни кали, Ни дворяне, Ни миряне На поганом океане. От гостей же слух идет, Что девица там живет. Но девица непростая, Дочь, вишь, Месяцу родная. Да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, Ездит в красно-полушубке, В золотой, ребята, шлюпке, И серебряным веслом Сомолично правит в нем, Разной песней попевает И на гусельцах играет. Спальник тут с палати скок И со всех обеих ног Во дворец к царю пустился И как раз к нему явился. Стукнул крепко об полбом И запел царю потом. Я с повинной головою Царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить. Говори, да правду только, И не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, За твое здоровье пили. А один из дворских слуг Нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится О прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной Поклялся твоей бродой. Что он знает эту птицу? Так он назвал царь-девицу. И ее, извольшь знать, Похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Гей, позвать мне стременного! Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна Побежали по Ивана, В крепком сне его нашли И в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас Похвалялся ты для нас Отыскать другую птицу. Серечь молвить, царь-девицу. Что ты, что ты, бог с тобой! Начал царский стременной. Чай с просонков я толкую, Штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хочешь, А меня не проведешь. Царь, затряжший бородою, Что? Рядиться мне с тобою! Закричал он. Но смотри, Если ты недели в три Не достанешь царь-девицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь я бородой, Ты поплатишься со мной. Направешь! В решетку, на кол! Вон, холоп! Иван заплакал И пошел на сеновал, Где конек его лежал. Что Иванушка не весел, Что головушку повесил, Говорит ему конек. Аль мой милый, за не мог. Аль попался к лиходею, Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда конек! Горбунок сказал. Царь велит в свою светлицу, Мне достать, слышь, царь-девицу, Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, Что не слушался меня, Но сказать тебе по дружбе, Это службишка, Не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, Ведь для поимки Надо, царь, мне, две ширинки, Шитый золотом шатер, Дообеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Вот и ван к царю идет И такую речь ведет. Для царевниной поимки Надо, царь, мне, Две ширинки, Шитый золотом шатер, Дообеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет. Царь с кровати дал ответ И велел, чтобы дворяна Все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал И счастливый путь сказал. На другой день, утром рано, Разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, Время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял ширинки и шатер, Дообеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал И веревкой завязал. Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток По Таёле царь-девицу. Едут целую седмицу, Напоследок в день осьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану, Вот дорога к океану, А на нём-то круглый год Так красавица живёт. Два раза она лишь сходит С океана И приводит долгий день На землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, Выбегает к океану, На котором белый вал Одинёшненько гулял. Тут Иван с конька слезает, А конёк ему вещает. Ну, раскидывай шатёр, На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, То царевна подплывает. Пусть в шатёр она войдёт, Пусть покушает, попьёт. Вот как в гусли заиграет, Знай, уж время наступает. Ты тот час в шатёр вбегай, Ту царевну захватай И держи её сильнее, Дозови меня скорее. Я на первый твой приказ Прибегу к тебе как раз И поедем. Да смотри же, Ты гляди за ней поближе. Если ж ты её проспишь, Так беды не избежишь. Тут конёк из глаз сокрылся, За шатёр Иван забился И давай дыру вертеть, Чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, Царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатёр И садится за прибор. Хм, так вот-то царь-девица, Как же в сказках говорится, Рассуждает стременной, Что куда красна собой царь-девица, Так что дива. И это вовсе некрасиво, И бледна-то, и тонка, Чай в обхват-то три вершка, А ножонка-то, ножонка, Тьфу ты, словно у цыплёнка. Пусть полюбится кому, Я и даром не возьму. Тут царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иван, не зная как, Прикорнулся на кулак И под голос тихий, стройный, Засыпает приспокойно. Запад тихо догорал, Вдруг конёк над ним заржал, И, толкнув его копытом, Крикнул голосом сердитым, Спи, любезный, до звезды, Высыпай себе беды, Не меня ведь вздёрнут на кол. Тут Иванушка заплакал И рыдаючи просил, Чтоб конёк его простил. Отпусти вину Ивану, Я вперёд уж спать не стану. Ну уж Бог тебя простит, Грубунок ему кричит. Всё поправим, может статься, Только чур, не засыпаться. Завтра рано поутру К златошвейному шатру Приплывёт опять девица Мёду сладкого напиться. Если ж снова ты заснёшь, Головы уж не снесёшь. Тут конёк опять сокрылся, А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От разбитых кораблей Для того, чтоб уколоться, Если вновь ему вздремнётся. На другой день поутру К златошвейному шатру Царь-девица подплывает, Шлюпку на берег бросает, Входит с гуслями в шатёр И садится за прибор. Вот царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иванушке опять Захотелось и поспать. Нет, постой же ты, дрянная, Говорит Иван, вставая. Ты вдруг гореть не уйдёшь И меня не проведёшь. Тут в шатёр Иван вбегает, Косу длинную хватает. Ой, беги, конёк, беги, Горбунок мой, помоги! Вмиг конёк к нему явился. Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, Да держи её плотней! Вот столицы достигает. Царь к царевне выбегает, За белые руки берёт, Во дворец её ведёт И садит за стол дубовый, И под занавес шелковый В глазки с нежностью глядит, Сладкий речи говорит. Бесподобная девица, Согласись быть царицей, Я тебя едва узрел, Сильной страстью воскипел, Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи, И во время бела дня Ох, измучают меня! Молви, ласковое слово, Всё для свадьбы уж готово! Завтра ж утром, Светик мой, Обвенчаемся с тобой И начнём жить, Припевая! А царевна молодая, Ничего не говоря, Отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, Но сильнее ещё влюбился, На колен пред нею стал, Ручки нежно пожимал, И боляс и начал снова. Молви, ласковое слово, Чем тебя я огорчил, А ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна, Говорит ему царевна, Если хочешь взять меня, То доставь ты мне в три дня Перстень мой из океана. Ей, позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал И чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, Царь к нему обратился И сказал ему, «Иван, поезжай на океан, В океане том хранится Перстень слыштый царь-девицы. Коль достанешь мне его, Задарю тебя всего». «Я из первой-то дороги Волочу на силу ноги, Ты опять на океан», Говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться! Видишь, я хочу жениться!» Царь с огневом закричал И ногами застучал. «У меня не отпирайся, А скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, По пути, — говорит ему царица, Заезжай ты поклониться В изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, То, чья узнать желает, Для чего она скрывает По три ночи, по три дня Лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне? Не забудь же!» «Помнить буду, Если только не забуду! Да ведь надо же узнать, Кто тебе братец, Кто тебе мать, Чтоб в родне-то нам Не сбиться!» Говорит ему царица, «Месяц, мать мне, Солнце, брат!» «Да смотри, В три дня назад!» Царь жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил И пошел на сеновал, Где конек его лежал. «Что Иванушка не весел, Что головушку повесил, Говорит ему конек. Помоги мне, горбунок! Видишь, вздумал царь жениться, Знашь на тоненькой царице, Так и шлет на океан, Говорит коньку Иван. Дал мне сроку, Три дня только. Тут попробовать изволь-ка Перстень дьявольский достать. Довелела заезжать Эта тонкая царица Где-то в терем поклониться, Солнцу, месяцу, Притом и спрошать кое-обчем. Тут конек Сказать по дружбе Это службишка, Не служба. Служба, Все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, А на завтра Утром рано Мы поедем К океану. На другой день Наш Иван Взяв три луковки В карман Потеплее приоделся На коньке своем Уселся И поехал В дальний путь Дайте, братцы, Отдохнуть. Тарарали, тарара Вышли кони со двора Вот крестьяне их поймали Да покрепче привязали Сидит ворон на дубу Он играет во трубу Как во трубушку играет Православных потешает Эй, послушай, люд честной Жили-были муж с женой Муж-то примется за шутки А жена за прибаутки И пойдет у них тут пир Что на весь крещенный мир Эта присказка ведется Сказка после начнется Как у наших у ворот Муха песенку поет Что дадите мне за вестку Бьет свекровь свою невестку Посадила на шесток Привязала за шнурок Ручки к ножкам притянула Ножку правую разула Не ходи ты по зарям Не кажись о молодцам Эта присказка велась Вот и сказка началась Ну-с, так едет наш Иван За кольцом на океан Горбунок летит как ветер И в почин на первый вечер Верст сто тысяч отмахал И нигде не отдыхал Подъезжая к океану Говорит конек Ивану Ну, Иванушка, смотри Вот минутки через три Мы приедем на поляну Прямо к морю-океану Поперек его лежит Чудо-юдо-рыба-кид Десять лет уж он страдает А доселиво не знает Чем прощение получить Он учнет тебя просить Чтоб ты в солнцевом селении Попросил ему прощения Да и исполнить обещай Да смотришь, не забывай Вот въезжают на поляну Прямо к морю-океану Поперек его лежит Чудо-юдо-рыба-кид Все бока его изрыты Чистоколы в ребра вбиты На хвосте сыр-бор шумит На спине село стоит Мужички на губе пашут Между глаз мальчишки пляшут А в Дубраве мешусов Ищут девушки грибов Вот конек бежит по киту По костям стучит копытом Чудо-юдо-рыба-кид Так проезжим говорит Рот широкий отворяя Тяжко-горько воздыхая Путь-дорога, господа Вы откуда и куда Мы послы от царь-девицы Едем оба из столицы Говорит киту конек К солнцу прямо на восток Бахаромы золотые Так нельзя ль отцы родные Вам у солнышка спросить Долго ли мне в опале быть И за кои прегрешения Я терплю беды мученья Ладно, ладно, рыба-кид Наш Иван ему кричит Будь отец мне милосердный Вишь, как мучусь я бедный Десять лет уж тут лежу Я и сам тебе услужу Кит Ивана умоляет Сам же горько воздыхает Ладно, ладно, рыба-кид Наш Иван ему кричит Тут конек под ним забился Прыг на берег и пустился Только видно, как песок Вьется вихрем у ног Едут близко ли, далеко Едут низко ли, высоко И увидели ли кого Я не знаю ничего Скоро сказка говорится Дело мешкотно творится Только, братцы, я узнал Что конек туда вбежал Где, я слышал стороною Небо сходится с землею Где крестьянки лен придут Прялки на небо кладут Тут Иван с землей простился И на небе очутился И поехал, будто князь Шапка на бок Подбодрясь Эка дива Наше царство хоть красиво Говорит коньку Иван Средь лазорьевых полян А как с небом-то сравниться Так под стельку не годится Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна Здесь земля-то голубая А уж светлая какая Посмотри-ка, горбунок Видишь, вон где, на восток Словно светится зорница Чай небесная светлица Что-то больно высока Так спросил Иван конька Это терем царь-девицы Нашей будущей царицы Горбунок ему кричит По ночам здесь солнце спит А полуденный порою Месяц входит для покою Подъезжают У ворот из столбов Хрустальный свод Все столбы тезавитые Хитро в змейки золотые На верхушках три звезды Вокруг терема сады На серебряных там ветках В раззолоченных в оклетках Птицы райские живут Песни царские поют А ведь терем с теремами Будто город с деревнями А на тереме извест Православный русский крест Вот конек во двор въезжает Наш Иван с него слезает В терем к месяцу идет И такую речь ведет Здравствуй, месяц Месяцович Я Иванушка Петрович Из далеких я сторон И привез тебе поклон Сядь, Иванушка Петрович Молвил месяц Месяцович И поведай мне вину В нашу светлую страну Твоего с земли прихода Из какого ты народа Как попал ты в этот край Все скажи мне Не утай Я с земли пришел землянской Из страны ведь христианской Говорит садясь Иван Переехал океан С поручением от царицы В светлый терем поклониться И сказать вот так Постой Ты скажи моей родной Дочь ее узнать желает Для чего она скрывает По три ночи По три дня Лик какой-то от меня И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне Так кажись Мастерица Говорит красно царица Не припомнишь все сполна Что сказала мне она А какая это царица Это знаешь Царь-девица Царь-девица Так она Что ль тобой увезена Скрикнул месяц Месяцович А Иванушка Петрович Говорит Известно мной Вишь я Царский стременной Ну так царь меня отправил Чтобы я ее доставил В три недели во дворец А не то меня отец Посадить грозился на кол Месяц радости заплакал Ну Ивана обнимать Целовать и миловать Ах Иванушка Петрович Молвил месяц Месяцович Ты принес такую весть Что не знаю чем исчесть А уж мы как горевали Что царевну потеряли От того-то Видишь я По три ночи По три дня В темном облаке ходила Все грустила Да грустила Трое суток не спала Кружки хлеба не брала От того-то Сын мой красный Завернулся в брак ненастный Луч свой жаркий погасил Миру Божью не светил Все грустил По сестрице То или красный Царь девицы Что здорово ли она Не грустна ли Не больна Симба кажется красотка Да у ней кажись Сухотка Ну как спичка Слышь тонка Чай в обхват Три вершка Вот как замуж Что поспеет Так небось и потолстеет Царь слышь Женится на ней Месяц скрикнул Ах злодей Вздумал В семьдесят Жениться На молоденькой Девице Достаю я крепко В том Просидит он Женихом Вишь что Старый хрен Затеял Хочет жать Там где не сеял Полно Лаком больно стал Тут Ибан Опять сказал Есть еще К тебе Прошение То о китовом Прощение Есть Вишь море Чудо кит Поперек Его лежит Все бока Его изрыты Чистоколы В ребра Вбиты Он Бедняк Меня Прошал Чтобы я Тебя спрошал Скоро Ль кончится Мучение Чем Сыскать Ему Прощение И на что Он тут Лежит Месяц Ясный Говорит Он Зато Несет Мучение Что Безбожие Веление Проглотил Среди морей Три десятка Кораблей Если Даст он Им Свободу Снимет Бог С него Невзгоду Вмиг Все раны Заживит Долгим Веком Наградит Тут Иванушка Поднялся Светлым Месяцем Прощался Крепко Шею Обнимал Трижды В щеки Целовал Ну Иванушка Петрович Молдил Месяц Месяцович Благодарствую Тебя За сынка И за себя Отнеси Благословение Нашей дочке В утешение И скажи Моей родной Мать твоя Всегда С тобой Полно Плакать И крушиться Скоро Грусть Твоя Решится И не Старый С бородой А красавец Молодой Поведет тебя К налою Ну Прощай Бог С тобой Поклонившись Как умел На конька Иван тут Сел Свистнул Будто Витязь Знатный И пустился В путь Обратный На другой Поклонившись Поклонившись Закричали Кричит Чудо Чудо Юда Рыба Кит От того Твои Мучения Что Безбожие Веленья Проглотил Ты Средь Морей Три Десятка Кораблей Если Дашь Ты им Свободу Снимет Бог С тебя Невзгоду Вмиг Все Раны Заживит Долгим Веком Наградит И Окончив Речь Такую Закусил Узду Стальную Поднатужился И Вмиг На далекий Берег Прыг Чудо Кит Зашевелился Словно Холм Поворотился Начал Море Волновать И Из челюстей Бросать Корабли За кораблями С парусами И Гребцами Тут Поднялся Шум Такой Что Проснулся Царь Морской В Пушки Медные Палили В Трубы Кованы Трубили Белый Парус Поднялся Флаг На мачте Развелся Поп С причетом Всем Служебным Пел На палубе Молебны А Гребцов Веселый Ряд Грянул Песню На подхват Как По моречку По морю По широкому Раздолью Что По Самой Край Земли Выбегают Корабли Волны Моря Заклубились Корабли Из глаз Закрылись Чудо Чудо-юдо Рыба Кит Громким Голосом Кричит Рот Широкий Отворяя Плесом Волны Разбивая Чем Вам Други Услужить Чем За службу Наградить Надоль Раковин Цветистых Надоль Рыбок Золотистых Надоль Крупных Жемчугов Все Достать Для вас Готов Нет Кит Рыба Нам В награду Ничего Того Не надо Говорит Ему Иван Лучше Перстень Нам Достань Перстень Знаешь Царь Девицы Нашей Будущей Царицы Ладно Ладно Для дружка И сережку Из ушка Отыщу Я Дозорницы Перстень Красный Царь Девицы Кит Ивану Отвечал И как Ключ На дно Упал Вот Он Плесом Ударяет Громким Голосом Сзывает Осетриный Весь Народ И Такую Речь Ведет Вы Достаньте До Зорницы Перстень Красный Царь Девицы Скрытый В ящичке На дне Кто Его Доставит Мне Награжу Того Я Чином Будет Думным Дворянином Если Умный Мой Приказ Не Исполните Я В Вас Осетры Тут Поклонились И В порядке Удалились Через Через Несколько Часов Двое Белых Осетров Киту Медленно Подплыли И Смиренно Говорили Царь Великий Не Гневись Мы Все Море Уж Кажись Исходили И Изрыли Но И Знаку Не Открыли Только Ёрш Один Из Нас Совершил Был Твой Приказ Он По Всем Как бы Назло Уж Куда То Унесло Отыскать Его В Минуту И Послать В Мою Каюту Кит Сердито Закричал И Усами Закачал Осетры Тут Поклонились В Земский Суд Бежать Пустились И Велели В тот же Час От Кита Писать Указ Чтоб Гонцов Скорей Послали И Ерша Того Поймали Лещ Услыша Сей Приказ Именной Писал Указ Сом Советником Он Звался Под Указом Подписался Черный Рак Указ Сложил И Печати Приложил Двух Дельфинов Тут Призвали И Отдав Указ Сказали Чтоб От Имени Царя Обижали Все Моря И Того Ерша Гуляку Крикуна Изобияку Где бы Привели Тут Дельфины Поклонились И Ерша И Скать Пустились Ищут Час Они В морях Ищут Час Они В реках Все Озера Исходили Все Проливы Переплыли Не Могли Ерша Сыскать И Вернулись Назад Чуть Не Плача От Печали Вдруг Дельфины Услыхали Где-то В Маленьком Пруде Крик Неслыханный В В Воде В Пруд Дельфины Завернули И На Дно И Вынырнули Глядь В Пруде Под Камышом Ерш Дерется С Карасем Смирно Черти Б Вас Побрали Вишь Садом Какой Подняли Словно Важные Бойцы Закричали Им Гонцы Ну А Вам Какое Дело Ерш Кричит Дельфином Смело Я Шутить Ведь Не Люблю Разом Всех Переколю Ох Ты Вечная Гуляка И Крикун И Забияка Все Бы Дрянь Тебе Гулять Все Бы Драться Да Кричать Дома Нет Ведь Не Сидится Ну Да Что С тобой Рядиться Вот Тебе Царев Угас Чтоб Ты Плыл К Нему Тот Час Тут Проказник И Дельфины Подхватили За щетины И Отправились Назад Ерш Ну Рваться И Кричать Будьте Милости Вибрации Дайте Чуточку Подраться Распроклятый Тут Карась Поносил Меня Вчерась Причесном При Всем Замолчал Наконец Замолчал А Проказника Дельфины Все Тащили За щетины Ничего Не говоря И Явились Пред Царя Что Ты Долго Не Являлся Где Ты Вражий Сын Шатался Кит Со Гневом Закричал На Колени Ерш Упал И Признавшись В Преступлении Он Молился О Прощение Ну Уж Бог Тебя Простит Кит Державный Говорит Но Зато Твое Прощение Ты Исполни Повеление Рад Стараться Чудо Кит На Коленях Ерш Пищит Ты По Всем Морям Гуляешь Так Уж Верно Перстень Знаешь Царь Девицы Как Не Знать Можем Разом Отыскать Так Ступай Ж Поскорее Да Сыщи Его Живее Тут Отдав Царю Поклон Еж Пошел Согнувшись Вон С царской Дворней Побронился За платвой Поволочился И Солакушком Шести Нос Разбил По Пути Совершив Такое Дело В омут Кинулся Он Смело И В подводной Глубине Вырыл Ящичек На Дне Пут По Крайней Мере Воз О Здесь Дело То Не Просто И Давай Из Всех Морей Ёрж Скрикать Себе Сельдей Сельди Духом Собрались Сундучок Тащить Взялись Только Слышные Всего О Да О Но Сколь Сильные Кричали Животы Лишь Надорвали А Проклятый Сундучок Не Дался И Навершок Настоящие Селедки Вам Кнута Бы Вместо Водки Крикнул Ёрж Со Всех Сердцов И Нырнул По Осетров Осетры Тут Приплывают И Без Крика Подымают Крепко Вязнувший В песок С Перстнем Красный Сундучок Ну Ребятушки Смотрите Вы К царю Теперь Плывите Я Ж Пойду Теперь Ко Дну Да Немножко Отдохну Что-то Сон Одолевает Так Глаза Вот И Смыкает Осетры К царю Плывут Ёж Гуляка Прямо В пруд Из которого Дельфины Утащили За щетины Чай Додраться С Я Не ведаю О том Но Теперь Мы С ним Простимся И К Ивану Возвратимся Тихо Море Океан На песке Сидит Иван Ждет Китай Сине Море И Мурлыкает От горя Повалившись На песок Дремлет Верный Горбунок Время К вечеру Клонилось Вот Уж Солнышко Спустилось Тихим Явился До свидания В путь В путь Кричит Отчего Венчатся Не растут Девица Молвить Снова Стань Как прежде Молодец Я Тот Чарж Подвенец Вспомни Матушка Царица Ведь Нельзя Переродиться Чудо Бог Один Творит Царь Девица Говорит Коль Себя Не Пожалеешь Ты Опять Помолодеешь Слушай Завтра На заре На широком На дворе Должен Челяд Ты Заставить Три Котла Больших Поставить И Костры Под них Сложить Первый Надо Бно Налить До краев Водой Студеной А второй Водой Вареной А последний Молоком Скипятя Его Ключом Вот Коль Хочешь Ты Жениться И Красавцам Учениться Ты Без Платья Налегке И Скупайся В молоке Тут Побудь В воде Вареной А потом Еще В студеной И Скажу Тебе Отец Будешь Знатный Молодец Царь Не вымолвил Ни слова Кликнул Тотчас Стременного Что Что Опять На Океан Говорит Царю Иван Нет Ш Дудки Вашей Милость Уж И То Во мне Все Сбилось Не Поеду Ни За Что Нет Иванушка Не 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 То Невес Согласится Прибавляли Простился Верну Тут В другой Там В третий Тоже И Такой Он Стал Пригожий Что Ни В сказке Ни Сказать Ни Пером Ни Написать Вот Он В платье Нарядился Царь Девице Поклонился Осмотрелся Подбодрясь С важным Видом Будто Князь Эка Диво Все Кричали Мы Слыхом Не Слыхали Что Бульзе Похорошать Царь Велел Себя Раздеть Два Раза Перекрестился Бух В котел И Там Сварился Царь Девица Тут Встает Знак Молчанию Подает Покрывало Поднимает И К Прислужникам Вещает Царь Велел Вам Долго Жить Я Хочу Царицей Быть Люба Ль Я Вам Отвечайте Если Люба То Признайте Володетелем Всего И Супруга Моего Тут Царица Замолчала На Ивана Показала Люба Люба Все кричат За тебя Хоть В самый Ад Твоего Родиталана Признаем Царя Ивана Царь Царь Царицу Царя Распекрасной Царь Царь Царица Во Дворе Жи Пир Горой Вина Льются Там Рекой За Дубовыми Столами Пьют Бояре Со Князьями Сердцу Люба Я Там Был Мед Вино И Пиво Пил По усам Хоть и Бежала В рот Ни капли Ни капли